В Челябинске пьяный дебошир проехал на капоте чужого автомобиля три километра. Он не хотел отпускать парней, с которыми поссорился накануне. В итоге запрыгнул к ним на машину. Как закончилось ночное родео на кузове авто, увидел наш корреспондент. Началось всё с конфликта в одном из дворов на улице 40-летия Победы. Там компания подвыпивших мужчин повздорила с двумя прохожими. Те решили не продолжать разборки, а сесть в машину и поехать. Но один из любителей выпивки запрыгнул на пот авто и принялся бить по кузову и лобовому стеклу. На капоте авто он проехал около трёх километров до перекрёстка улицы Молодогвардейцев и Комсомольского проспекта, пока автомобиль с разъярённым наездником не перехватила полицейская машина. На кадрах видно, как авто заканчивает свою поездку. Дебошир всё-таки успел разбить лобовое стекло и поранить руку. Поэтому на место пришлось вызвать скорую помощь для хулигана. Теперь ведётся проверка. В тракторозаводском районе посетитель магазина поспорил с продавцом и остался должен 5000 рублей. Между посетителем торговой точки и работником сначала завязалась словесная перепалка, а потом клиент пустил вход кулаки и разбил входную дверь. Дебошира задержали, ущерб ему придётся возмещать за свой счёт. На проспекте Победы 13-летний подросток сбежал из дома, чтобы ограбить киоск. Школьник разбил окошко выдачи товара и, соорудив приступок из кирпичей, проник внутрь ларька. Но, видимо, в силу своего возраста не сообразил, что торговая точка находится под сигнализацией. Прибывшие охранники быстро задержали воришку. Оказывается, школьник полез в киоск за сигаретами. Теперь родителям подростка придётся возместить ущерб хозяину ларька, а также провести с сыном воспитательную беседу. А этого нетрезвого мужчину сгубила жадность. Он снял колпаки с припаркованной газели и примотал их к украденному до этого велосипеду. И со всем этим ворованным снаряжением катался по ночному Челябинску, пока его не задержали сотрудники охранного предприятия. Мужчину передали полицейским. Хозяева велосипеда и газели намерены написать заявление в полицию по факту кражи.